Экстерьер, лекторий университета, день. Сидя на краю стола, профессор женщины лет 35 читает лекцию сидящим напротив нее студентам. Все внимательно ее слушают. Терапевтически значимым фототерапией является не просто визуальное содержание фотографии, но все то, что происходит в процессе интеракции клиента со снимками. Ведь взгляд человека на любую фотографию порождает ощущения и эмоции, проецируемые ее внутренней картой реальности, которая и определяет понимание того, что он видит. Следовательно, подлинный смысл снимка содержится не в самой фотографии, но в нематериальном, абстрактном взаимодействии между снимком и зрителем, в процессе которого каждый формирует свое собственное, уникальное восприятие увиденного. Мисс Вайзер! Да, Джош? Скажите, если подлинный смысл снимка содержится не в самой фотографии, а в восприятии, то, получается, не существует объективного смысла любого снимка? А значит, восприятие одной и той же фотографии разными людьми всегда будет различаться? Правильно, Джош. Это и называется фотопроекцией. И поскольку люди всегда проецируют значение на фотографию, другого способа увидеть ее просто не существует. Сразу добавлю, что это относится не только к личным фотографиям, снятым самостоятельно, или фото из семейных альбомов, но также к фотографиям, не имеющим прямого отношения к клиентам. Например, газетные фото, почтовые открытки, журнальные рекламы, обложки книг и тому подобное изображение. Терапевтами изучаются не просто факты по снимкам клиентов, но выявляются более общие закономерности в повторении тем, личных символов и метафор, а также прочая визуальная информация, о которой клиент мог не догадываться в момент съемки или отбора изображений. Все это делает фототерапию крайне полезным терапевтическим инструментом, помогающим клиенту понять способ восприятия его реальности. И прежде чем перейти к техникам фототерапии, давайте начнем с примеров. Я просила каждого из вас подготовить и принести снимки из понравившейся категории выданного вам списка. Поднимите руку, кто из вас выбрал фото ситуации. Несколько студентов поднимает руки, среди них оказывается и Нейт Лирсон. Отлично. А кто из вас лично фотографировал эти ситуации? Поднятой остается только рука Нейта. Это что, означает, что мой случай самый клинический? Это лишь показывает, что каждый выбирает для себя тот способ, который для него комфортнее. Именно поэтому вам был предложен такой большой список вариантов. Выходите сюда с фотографиями, Нейт. Мисс Уайзо пристает со стола и включает проектор, который стоял позади нее. К ней спускается Нейт, держа в руке конверт с фотографиями. Сколько фотографий вы отобрали для показа? Пять. Кладите их по очереди на проектор, чтобы все с ними могли ознакомиться. Нейт достает из конверта фотографии и каждую по очереди кладет на проектор. На фотографиях запечатлены веселые и счастливые сцены игры в парке между маленьким мальчиком и его отцом. Очень красивые фотографии, Нейт. Очень искренние. Спасибо, мисс Уайзо. Нейт, скажите, почему вы выбрали именно это место и именно этот момент для съемки? На самом деле я ничего не выбирал. Просто вышел на улицу в поисках истории, ситуаций. Увидел парк и подумал, что это может быть подходящее место. Я ничего не планировал. А как вы выбрали объектами вашей съемки этого маленького мальчика с отцом? Увидел, как они весело играют на поляне. На двух из этих снимков на фоне присутствует размытый силуэт женщины. Это мать мальчика? Да. У меня есть очень красивая серия фотографий, где они все вместе. А почему вы решили показать именно эту серию? Потому что они самые искренние. Хотя нет, это не то слово. Это момент максимальной открытости. Поток эмоций без ограничений. Взрослые, в отличие от детей, очень часто пытаются контролировать свои эмоции. Здесь же чистая, ничем не прикрытая, яркая эмоция. Это любовь. Скажите, Нейт, а у вас есть серия фотографий, где присутствуют только родители мальчика? Да. Она вам нравится? Да, очень. А чем она отличается от той, что вы нам показали? На самом деле затрудняюсь ответить. Более сдержана в эмоциях? Нет. Скажите, Нейт, а пробуждают ли у вас эти снимки игры отца с сыном какие-либо воспоминания? Да, как мой отец играл со мной, моим братом и сестрой в парке перед домом. Это было редко из-за его занятости, но у нас потом от смеха животы болели в течение недели. И последний вопрос, если позволите. Нейт сразу понимает, о чем его хочет спросить профессор. Да, я понял вашу мысль. Да, мне этого не хватает. Интерьер. Зал заседания издательской компании Лирсон. Вечер. Закат. За круглым столом собрались все руководители отделов. Во главе стоит мужчина на вид лет 45, на самом деле ему 61, Грегори Лирсон. Одетый в костюм, скроенный четко по его фигуре и белую рубашку. Вместо галстука у него надета забавная в чем-то даже нелепая бабочка, которая явно не соответствует той напряженной атмосфере, царящей в этом зале заседаний. Его лицо гладко выбрито. Аккуратная стрижка не очень короткая, но и не длинная. Кое-где на волосах проступает седина, особенно на висках. Внешний вид этого мужчины сразу же располагает к себе. Говорит он спокойно, внятно и очень убедительно. Как вы помните, на прошлом совещании у нас были серьезные дебаты касаемые стратегии развития компании в связи с экономическим кризисом. Я все обдумал, и вот каким будет мое решение. Мы не будем никого сокращать. Мы не будем повышать или снижать цены на наши издания, и тем более не будем закрывать какие-либо из изданий. Многие из присутствующих переглядываются между собой, но при этом молчат. В зале также находится старший сын Грегори Лирсона, Фред. Но отец, это же сумасшествие! Грег сурово смотрит на сына и резко обрывает его. Это еще не все. Фред очень рассержен, но при этом он замолкает. Как и всегда, мы сделаем ставку на постоянных клиентов, а не на разовые продажи. Мы обязаны показать нашим читателям, что не все меняется к худшему. А наши работники должны быть уверены в настоящем, и что никто не окажется выброшенным на улицу. Я не говорю, что кризис нас обойдет стороной, но пережить мы его можем только вместе, как одна семья. Раздается стук в дверь, и в кабинет входит секретарь Мэри. На вид очень строгая женщина, лет сорока, одета в строгий костюм. Вдобавок к этому она носит очки, которые также работают на этот образ. Но при этом у нее оказывается спокойный и совершенно нестрогий голос. Извините, мистер Лирсон, вы просили сообщить, когда придет ваша жена. Она ожидает у вас в кабинете. Спасибо, Мэри. Прошу меня изменить. После чего Грег выходит из кабинета. Интерьер кабинет Грегори Лирсона вечер. Жена Грега, Элизабет Лирсон, стоит напротив небольшого комода, на котором стоит множество фотографий в рамках. На них изображены их дети, запечатленные в разных возрастах, и, конечно же, сам Грегори Лирсон с Элизабет. В центре стоит их сегодняшняя общая фотография, на которой запечатлена вся семья. Элизабет берет эту фотографию и внимательно, задумчиво разглядывает ее. В кабинет входит Грег. Он выглядит напряженным, но как только замечает жену, напряжение тут же исчезает с его лица. Элизабет стоит к нему спиной. Грег обнимает Элизабет со спины. Здравствуй, милая. Грег нежно целует Элизабет в щеку. С годовщины. Элизабет нежно улыбается. Здравствуй. Чувствую, что ты что-то задумала. Захотелось обновить эту фотографию в рамке. А чем тебе это не нравится? Элизабет отвлекается от фотографии и поворачивается к Грегу. Что опять натворил Фред? В очередной раз хочет выбрать путь наименьшего сопротивления. Но он ведь не должен соглашаться с тобой во всем. Хотя бы когда я прав. А прав ты всегда. Вот и я говорю. Поэтому ты даже в день нашей годовщины не можешь забыть о работе. Зато я помню про годовщину. Как раз же на это возразишь. И не надо. Тем более, что у меня еще для тебя приготовлен сюрприз. Она хитро на него смотрит. Я мигом. Смотри, одна нога здесь, а другая там. Он изображает шуточное патадом. Иди уже. Слушаюсь и повинуюсь. Интерьер в зал заседания компании Лирсон вечер. В зале вовсю идут дебаты о принятом Грегоре решении. Особенно между Фредом и Рексом. Рекс, как ты не понимаешь? Нам необходимо провести сокращение и закрыть малоприбыльные здания. Методы Грего всегда работали. И именно благодаря ним компания находится на вершине. Не вижу смысла сомневаться в неправильности теперь. Ты всегда с ним заодно. Грег входит в зал заседания и все моментально затихают. Он занимает свое прежнее место во главе стола. Продолжим.